МОБЮА МОБЮА Одной из особенностей данного раннера является лимит времени, за который тебе предстоит поймать поросенка, а это будет сделать ой как непросто, поскольку при каждом приближении к Арчи монстрик издает истошный виск и улепетывает с двойной скоростью. Также помимо этого придется вовремя уворачиваться от препятствий, но даже догнав зверька не спеши радоваться, его еще нужно оседлать и остановить. Далее тебе нужно вовремя тапнуть и удержаться на спинке Арчи. К счастью зверушка маленькая и долго бежать с наездником на спине не сможет, но зато она с легкостью способна скинуть майка. Если ты не удержишь равновесие, тапая по разным сторонам экрана, в случае падения со свинки до окончания времени, у тебя будет еще шанс повторно ее оседлать. Во второй раз она будет более вымотана, так что времени на ее удержание тебе предстоит потратить меньше. Управление в Monsters University сводится к четырем командам, которые выполняются проведением линий в одном из направлений, что заставит персонажа свернуть в одну из сторон дорожки. Движение вверх или вниз поможет майку преодолевать препятствия. Кроме того, при росте уровня персонажа на дорожках помимо табличек появляются особые предметы. Бонусы, дающие тебе временные фичи. Например, магнит, притягивающий таблички, или шлем, позволяющий отменить вред от препятствий. Ну а конечный счет очков за каждый забег будет определяться по трем параметрам. Количество собранных табличек, время потраченное на ловлю и, конечно же, сам факт поимки поросенка. Еще одной особенностью Catch Archie является нестандартный вид камеры. В игре мы наблюдаем все происходящее немного сбоку, а к привычному раннерами виду со спины камера возвращается только в момент езды на поросенке. Пока что в игре существует только 10 забегов, которые немного отличаются окружением и видами препятствий. Но разработчики обещали развивать игру и со временем наполнить ее новым контентом. Так, к примеру, в версии для iOS уже появился режим страшных игр и два новых персонажа — Салли и Скотт Склизли. Будем надеяться, что эти плюшки доберутся и до андроида. Из плюсов отмечу динамический геймплей и хорошую трехмерную графику, удачно передающую атмосферу университета монстров. Минус у игры, наверное, только один, хотя и очень существенный. Как уже упоминалось выше, по сути игра состоит всего лишь из 10 почти одинаковых забегов. В итоге мы видим перед собой качественную игру с хорошим управлением и приятной графикой, а нестандартность Catch Archie как раннера дает еще один повод ознакомиться с ней поближе. Но небольшая играбельность делает игрушку слишком короткой. Как следствие, игра быстро надоедает. Так что Monsters University вряд ли понравится любителям хороших таймкиллеров, да и большинству любителей подобных игр. Скорее, я порекомендовал бы игру детям младшего школьного возраста за ее легкость и приятную мультяшную атмосферу. Да ты и сам можешь расслабиться, поиграв в нее. На этом все. Если тебе понравилось, качай, ставь лайк, подписывайся на канал и вступай в группу. Там еще много интересного. Это был обзор от Mob.ua и я Trash. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...